ОМ НАМО БХАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ Перед чтением Шимат Бхагаватам, который является единственным путем к победе, выразим свое почтение Верховному Господу Нарайне, лучшему из людей Нара Нарайне Риши, богине учености, матери Сарасватиши, Левья Садеи Автору. Благодаря регулярному слушанию Шимат Бхагаватам и служению чистому преданному Бхагавате, все то, что вызывает беспокойство в сердце, почти полностью уничтожается, и тогда любовное преданное служение трансцендентному Господу, воспеваемого в возвышенных стихах, необратимо утверждается в сердце. Читаем Шимат Бхагаватам, песнь третья, глава восемнадцатая, битва Господа Варахи с демоном Хираньякши, текст номер три. Ахайна мэйхагя махим вимунчано, расаука самвишва сриджи ямарпита, на свасти ясья сяная мамекшата, сурадха масадита сукаракрите. Перевод. Обращаясь к Господу, демон произнес, «Слушай же меня, о лучший из полубогов, принявший образ вепря, заботиться о земле, поручено нам, обитателям низших планет, и тебе не удастся похитить ее у меня на глазах, не понеся за это наказание». Комментарий Шилы Прабхупады. Комментируя этот стих, Шридхар Асвами говорит, что хотя демон желал высмеять личность Бога, принявшую образ вепря, некоторые из употребленных им слов на самом деле восхваляют Господа. Так он называет его Вана Гочара, что значит «живущий в лесу». Однако Вана Гочарах может также значить «возлежащий на водах». Вишну действительно возлежит на водах, поэтому подобное обращение к Верховной Личности Бога является вполне уместным. Демон называет его также «мрига», невольно указывая на то, что Верховную Личность Бога ищут все великие мудрецы, святые и трансценденталисты. Затем он называет Господа Агья. Шридхар Асвами говорит, что Аштагья – это знание. На свете нет такого знания, которое было бы неведомо Верховной Личности Бога. Таким образом, демон косвенно утверждает, что Вишну знает все. Демон величает его Сура Адхама. Сура – значит полубоги, а Адхама – владыка Всевосущего. Он является Господом всех полубогов, следовательно, он лучший из полубогов, то есть Бог. Употребляя выражение «у меня на глазах», демон как бы говорит, «ты вполне можешь унести отсюда землю, невзирая на мое присутствие». На свасти я сиаси, пока ты своей милостью не отберешь у нас землю, нам не видать удачи. О Магьяна Тимирандася, Генанжана Шалакая, Чакшурунмиритамина, Тасмай Шри Гураве Намаха, Шри Чайтанья Манобештам, Стапитамина Буталийсваям, Рупакадамахьям, Дадатисва, Падантикам. Ванчакал, Патарубьяшча, Крипасингупья, Эвача, Патитанам, Паванибхё, Вайшнавибхё, Намо Намаха. Джайши Кришна Чайтанья, Прабху Нитянамда, Шри Адвайтагададхара, Шри Васадигаура, Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Намам Вишну Падаря, Кришна Причтая, Бодолейши, Мати Бхактиви, Дадатисвами Нитянамине, Намасте, Сарасвати, Деви, Гавровани, Прочарине, Нирвиша, Шашу, Невади, Пашчатя, Дейши, Тарине. Еще раз перевод стиха. Два раза упоминается история явления Господа Вараха Дева, но в разные периоды, в разные манвантары. И сейчас мы читаем 18 главу, а в 13 главе этой песни уже было описание явления Господа Варахи, но в связи с другим событием. Тогда в 13 главе описывалась первая эпоха Дня Брахмы, эпоха Сваимбвы Ману. И говорится, что когда Ману со своей женой Шатарупой только появились на свет, они поняли, что им предстоит население Вселенной увеличить и так далее, но им нужно какое-то место, кшетры. И в это время, когда они появились на свет, земли не было. Это было только начало Дня Брахмы, и земля лежала на дне этого океана Гарбадака. И Брахма увидел это, подумал, да, действительно, люди есть, а кшетры, поля деятельности нет. И поэтому он стал думать, как вот это поле деятельности вернуть. Тогда появился Вараха Дева и поднял эту землю со дна океана Гарбадака. То есть это первое явление Веприя, но не было связано никак с демонами. Это просто было самое начало Дня Брахмы, и нужно было дать поле деятельности для своего Ману и его жены. А здесь уже описывается более поздняя ситуация, эпоха Чакшу-шаману, другая Манвантара. И тут уже, значит, вот это погружение земли в океан было вызвано демонической деятельностью Хираньякши. Но в 13 главе там так интересно сказано, там какой там 3, 13, 31. То есть там, значит, что Майтрея, рассказывая Ведури о первом явлении Вараха Девы, именно вот в ту эпоху своего Ману, он там, значит, все рассказывал, рассказывал, а потом взял и смешал две истории. То есть это первое явление Вараха Девы в эпоху своего Ману и последующее уже в эпоху Чакшу-шаману, когда Вараха явился именно в связи с бесчинствами Хираньякши. Вот, и так как-то он произвольно все это смешал в этом стихе, что он, значит, землю достал, потом убил демона, и на этом как бы все. Хотя та первая история, она с убийством демона, она еще не связана вообще никак была, не была. Вот, и там в комментарии к этому стиху, 13 глава, 31 текст, Джива Госвами и Вишанадхача Кваратетха Кура объясняют нам, что Майтрея Риши, похоже, немножко забегая вперед, значит, во второе явление Вараха Девы соединил эти две истории, и получилась как бы такая, ну, некоторая непонятка, что ли. То есть это понять могут только люди, которые знают контекст исторический. Кто вне контекста, им кажется, что это какое-то странное. И само по себе это говорит о том, что Шрима Адбагава там, ну, по своей форме, это такой достаточно вольный пересказ, то есть здесь не так, что как вот в литературе Шрути, гимны Ригведы и так далее, где все там слог-слог, все такое неизменное. Вот это, как знаете, дети диктант в школе пишут, учитель диктует, они прям все вот слово, и там проверяется, как они, слова именно так, как учитель сказал, там, все запятые расставить, орфография, это вот литература Шрути. А литературу Смрити, к которым относится Шрима Адбагава там, это своего рода некое вольное изложение. Допустим, вы прослушали какую-то тему, вот, и вам сказали, а теперь по этой теме запишите, вот, как вы поняли свое какое-то понимание и так далее. И там уже не требуется слово в слово какое-то вот буквальное изложение, вы своими словами в произвольной форме, как вы поняли, описываете суть этого явления. Вот Пураны, это такая более-менее свободная форма, свободный пересказ, вот, поэтому в этой литературе допустимы такие вещи, как сделал Майтрея, что он во время рассказа о явлении первого воплощения Варахадевы вплел туда, уже забегая вперед, явление второго, второе явление Варахадевы, когда оно уже было связано с убийством демона Херонякшен. Это так просто, чтобы просто в курсе были, если будете там еще самостоятельно читать, чтобы понимали эти моменты. И другой момент, который привлекает внимание в этом стихе, это то, что если мы будем читать пословный перевод, а потом уже литературный перевод, то у нас может возникнуть закономерные вопросы, какое-то странное противоречие. Итак, если мы читаем пословный перевод, вот это имя, по которому Херонякша обращается к Варахадеве, Сура Адхама, в пословном переводе, правопада пишет, последний из полубогов, то есть низший, как мы знаем, в Бхагавадгите есть одна из категорий неблагочестивых людей, Нарадхама, правопадный перевод, низший из людей, Нарадхама. Нара это человек, а Адхама это как бы, ну, самое, так сказать, дно, опустившиеся люди, Нара Адхама. И вот здесь то же самое, только по отношению к полубогам. Сура Адхама. И правопада говорит, последний из полубогов в пословном переводе. А если мы переходим к литературному переводу, он пишет, о, лучший из полубогов. Странно, да? Только что был худший из полубогов, теперь стал лучший из полубогов. И кажется, что вот такое противоречивое какое-то, или что это, ошибка перевода, или что это. И в комментарии правопада объясняет все эти вещи, что, он говорит, по мнению Шрихара Свами, благодаря вот этим вот тонкостям санскрита, можно одно и то же слово, или какое-то имя, особенно такие, как бы сложные слова, состоящие из нескольких, и можно трактовать по-разному. И поэтому, с одной стороны, демон хочет унизить Бога. Поэтому он называет его Сурадгама, худший из полубогов. Это его задача. То есть демоны, они оскорбительны по своей природе. Но правопада, как переводчик, он хочет прославить Верховного Господа. Поэтому он не то, чтобы искажает перевод, а он просто, вот эти вот, зная тонкости санскрита, использует другую версию прочтения, другую версию трактовки. И уже в литературном переводе худший из полубогов становится лучшим из полубогов. И это не просто какой-то пристрастный перевод, а это один из вариантов перевода. То есть мы должны понимать, что шастры очень многослойные на самом деле. Вот с точки зрения смысла. И все смыслы в один перевод вложить, ну просто нереально. Я не помню, здесь или в другом, в другую аудиторию рассказывал. Воспоминания Тамала Кришна Госвами, когда еще правопада был здесь. И он спрашивал Тамала Кришна, ну это уже ближе к концу было, ближе к ходу правопады. Тамала Кришна Госвами спросил, Шила правопада, какие бы вы еще книги перевели, если бы у вас было время. Ну то есть как бы надеясь с прицелом, что там может быть кто-то там будет BBT переводить после ухода правопада. И правопада сказал, Брихат Бхагаватамриту перевел бы, Бхагавадгиту. Тамала Кришна Мархадж говорит, так Бхагавадгиты же у нас уже есть. А Шила правопада говорит, у нас может быть много Бхагавадгит. Потому что Бхагавадгита это очень глубокая книга. И там есть много всяких, так сказать, разных смыслов, подсмыслов. И нереально, абсолютно нереально в один перевод вложить все грани понимания. Поэтому Шила правопада говорит, что у нас может быть еще Бхагавадгита. Это немного выбивает нам мозг абсолютно. Потому что мы привыкли, что все однозначно и так далее. Тем более правопада же назвал Бхагавадгиту как она есть. Как она есть, это обозначает все. Вот он канон и ничего другого быть не может. На самом деле, даже сам Шила правопада где-то в других писаниях, допустим, в том же Бхагавадгита, где-то еще приводит какие-то статы на Бхагавадгиту и так далее. Или в тот же Бхагавадгита цитирует читание Чиритамрити в разных версиях. И немножко дают чуть-чуть разные понимания даже одних и тех же стихов. Понимаете? Не то, чтобы это неправильно, просто разные грани. Допустим, в 16 главе Бхагавадгиты есть такой стих, где Кришна описывает мышление демона. Асатьяма пратиштхамте джагадахура нишварам. Версия правопады, перевода. Он говорит, что они говорят, демоны, что асатьяма пратиштхамте, что этот мир нереален, неистинный, что у него нет никакого основания, кроме вожделения и так далее. Шидхара Махарадж, духовный брат Шилы правопады, в своей версии Бхагавадгиты, асатьяма пратиштхамте переводит не то, что этот мир неистинный, а он говорит, что в этом мире нет истины. И это правильный перевод. Итак, смотрите, с одной стороны, мир неистинный, вот как иллюзия, с другой стороны, в этом мире нет истины. И то, и другое правильно, потому что действительно в этом мире нет истины какой-то абсолютной. Этот мир действительно неистинный в том смысле, что он то есть, то нет. И то, и другое является верным. Но согласитесь, что в одном стихе, в одной версии перевода вы не можете отразить одновременно все эти грани. Или нужно давать сразу 2 или 3 версии перевода, и у людей просто замкнет все в голове. Вот, поэтому совершенно очевидно, мы должны понимать, что в шастрах много всяких разных таких вот смыслов, подсмыслов. Но почему пропадает какое-то одно значение? Ну, это, скажем так, связано с временем. То есть, допустим, дай Бог нам понять что-то одно. Если мы поняли что-то одно, утвердились в этом понимании, с течением времени Кришна отходит какие-то другие новые грани понимания. Вот, то есть, таков санскрит, понимаете. И вот буквально на примере этого нашего стиха демон говорит худший из полубогов, а пропада переводит лучший из полубогов. И то, и другое может быть. Но намерения демона одни, а, так сказать, по воле богини Сарасвати, которая является богиней знания, учености, она вкладывает слова этого демона, также другие производные, может быть, непрямые значения, для того, чтобы демон, думая, что он ругает Бога, на самом деле прославлял его. То есть, это, конечно, очень сложные моменты для понимания, но поскольку мы как раз уж, так сказать, с таким стихом сегодня встретились, где прямо вот имеет место такая, ну, вопиющая, кажется, противоположность, что он говорит одно, пропада переводит в пословном переводе одно, а в литературном переводе уже другого, мы должны понимать, что это не противоречие, это вызвано именно вот такой самой природой языка, природой языка, вот, и определенной ситуацией, что Сарасвати не позволяет этому демону оскорблять Верховного Господа. Он пытается это делать, но благодаря вот таким вот особенностям санскрита получается, что он неосознанно его прославляет. Итак, почему же этот демон пытается оскорбить Бога? Совершенно очевидно, он не способен оценить форму. У нас есть понимание в материальном мире, что вот высшие, низшие, то есть, и это действительно так и есть. То есть, мы знаем, что есть гуны материальной природы, и вот есть какие-то полубоги, которые живут в высших мирах, они благостные такие, есть люди, которые страстные, есть животные, какие-то низшие существа, которые находятся в невежестве. То есть, мы иерархию гун не оспариваем, применительно к материальным телам. И люди иногда используют, как ругательство, имена каких-то там животных, говорят, там, ты собака, свинья, осел, там, что-то еще. То есть, имея в виду, что это существа, которые относятся к низшей природе, и чтобы унилить какого-то человека, они называют его именами этих животных. То есть, здесь все понятно, мы не подвергаем сомнению саму эту смысловую нагрузку. Потому что материальные формы, они действительно имеют какие-то разные иерархии в зависимости от уровня сознания, внутри каждого тела. Но, когда речь заходит о духовных формах, то здесь вроде бы как тоже иерархия. Вот Матси Аватара, он под водой живет, рыба. Вот Курма Аватара, земноводная, она может и на земле, и может под водой. Вот, значит, Вараха Аватара, который на земле живет, имеет такую очень необычную форму. Вот Нарисимха Аватара, получеловек, полулев и так далее. Вот, то есть, формы эти многообразные есть, и у материального ума в связи с этим сохраняется соблазн. То есть, раз есть такая форма, то вот эти вот проекции материального сознания, значит, мы и называем так же. Ах ты, тварь, говорит он там, земноводная, потому что Вараха, значит, нырнул в воду, в воде побывал, потом, значит, из воды он вынырнул. То есть, основания были у этого, у Херонякши такие слова использовать. Но он сохраняет свое материальное сознание. То есть, он не способен оценить форму Бога. Как мы знаем, в 9 главе Бхагавадгиты, 11 стих, Кришна говорит, «Аваджананти мамудха, манушим тауну маштага». То есть, он говорит, «Глупцы смеются надо мной, когда я не схожу в теле человека». Это даже над телом человека они смеются. Что уж говорить о теле, которое по мирским понятиям ниже человека. В данном случае, тело вепри этого, кабана, или рыбы, или кого-то есть другие у него есть формы, ананта, форма змея, или хамса, форма рыбы, ой, форма этого, простите, лебедя, да, птицы. Вот, то есть, или там хаягрива, форма с головой лошади. Вот, то есть, если даже они смеются над формой человека, манушим таунум, таунум означает тело, манушим человеческое, он говорит, манушим тауну маштага, когда я принимаю тело человека. Они не знают меня, и поэтому они, как ослы, ведут себя, да, мудха, значит, потому что они парам бхавамаджананто, они не знают моей высшей природы. Мама бхута Махешварам, что я стою над всем, что есть, и Махешвара, я великий повелитель всех этих вот бхут, то есть, различных тел, различных форм материальных. Они этого не знают, поэтому они смеются. Даже над телом человека, манушим тауну. Что уж говорить о форме животного. Поэтому вполне естественно, что понимание божественной формы является, правильное понимание божественной формы, является чрезвычайно важным в духовной жизни. Потому что смыслом духовной жизни является же пробудить нас в любовь, правильно? И что будет являться побудительным фактором? Когда у нас возникает любовь? Если взять и посмотреть на свой материальный опыт, у каждого наверняка есть какой-то опыт, хотя бы какой-то влюбленности, увлеченности, когда мы видим какую-то привлекательную форму. Мы увидели эту форму, и наша способность любить, она ожила. Мы говорим, о, какой человек, какая женщина, какой мужчина. То есть, эта форма действует, как у Диппона. У Диппона обозначает стимулятор. У нас есть способность любить, но мы думаем, кого бы полюбить. То есть, люди живут в каком-то ожидании, то есть, им хочется испытать этот опыт любви. И вот появляется на горизонте какая-то форма, и мы говорим, о, вот это он или она. То есть, эта форма сработала, как у Диппона, как стимулятор, и мы почувствовали что-то такое, заволновались внутри, волнующее чувство пробуждения любви. И это просто материальная аналогия, которая показывает, как действует форма на пробуждение наших чувств. Но у всего этого есть также и духовный прообраз. Мы читаем, читаем Чиритамриту, и там известный стих, который гласит ниття сидха кришна према садья кабуноя шраванаади шудха читти карая одая. Что в нашем сердце постоянно, вечно, ниття сидха, всегда, всегда в совершенном виде находится что? Кришна према. Ниття сидха кришна према. То есть наше совершенство состоит в любви к Кришне. И она находится внутри. И она не является чем-то привнесённым извне. Кабуноя, кабуноя, ная, ная, значит, отрицание. Кабуноя – это какие-то вещи, которые извне привнесены. Это внутри. Это внутри. И когда через процесс шраванам слушания, шраванади, шудха читти, то есть наше читта, наше сознание, шудха становится чистой, тогда карая одая, это Кришна према, она пробуждается. Говорится, как луна встаёт в небе. Луна всегда в небе. Но иногда мы видим, иногда не видим. То есть от определённого положения земли и луны зависит, видим мы или не видим. Поэтому есть определённые обстоятельства, когда эта любовь к Богу проявляется, а есть обстоятельства, когда она не проявляется. Итак, для того, чтобы вот эта вот нитья ситха Кришна према, вечно находящаяся в нашем сердце, любовь к Богу пробудилась, требуются определённые обстоятельства. Вот когда вы в чате пишете, то все эти вещи вылезают на экран и записываются. Ну, что бы вы имели просто в виду. И мы видим, что в этом стихе ключевым является шудга-читте, то есть сознание должно быть очищено. Наше сознание, чита, должно быть шудга. У демона это сознание, естественно, будет нечистым. Поэтому он смотрит на божественную форму, и у него любовь к Богу не проявляется. У него проявляется вот эта вот насмешка, потому что он душкрити, он не может оценить форму Верховного Господа. Он душкрити, неблагочестивый, греховный. Вот и поэтому он смотрит на ту же самую форму Бога, и никакая Кришна према у него не проявляется. Он хочет оскорблять Бога, он хочет убить его, он хочет занять его место. У него совсем другие вещи, потому что у него нет адхикары, нет квалификации для того, чтобы служить Богу. Итак, Павпады говорил однажды своим ученикам, что как раз к теме вот этого стиха про нитя ситха Кришна према, он говорит, если бы Кришна премы или любви к Кришне не было бы в сердцах всех живых существ, он говорит, то тогда как вы объясните, что моя миссия в западном мире увенчалась успехом. Он говорит, эти западные люди, американцы, европейцы, они никак не связаны с Индией, у них ничего этого не было, они не знали, кто такой Кришна. Я приехал, начал говорить, и мы видим, что у них в сердце стала проявляться любовь к Кришне. Пускай она в начальной фазе, это Кришна према в форме, допустим, Шрадхи, Веры, Баджана Кри, какого-то начального служения, но это уже разные фазы созревания той же самой Кришна премы. Говорит, если бы этого не было в сердце, как бы я мог это просто извне занести? Это не какая-то болезнь, которая извне проникла, вот мы заболели, потом выветрила, как люди говорят, знаете, ой, эти Кришны, ну увлеклись, ладно, ну пройдет, пройдет. Иногда бывает, что действительно у людей проходит, потому что они просто не готовы. А как быть с теми, у кого не проходит эта любовь, и, как они говорят, это болезнь, да? Вот потому что они более квалифицированы, они более подготовлены, и поэтому этот импульс, который от духовного учителя, от Прапупада и зашел, он сумел вот эту вот нитья ситха Кришна прямо пробудить, и она стала созревать, она стала проходить через свои фазы от веры до, уже, так сказать, от семени веры до зрелого плода любви. Но, опять же, мы видим, что есть, конечно, демоны, которые будут смеяться над этими формами Бога, а есть, в общем, вполне верующие люди, то есть у них есть сукрити, но по определенным причинам форму Бога они все равно не могут оценить, все равно не могут оценить. Вот, и в этом случае что? То есть мы привыкли делить, да? Демоны и преданные. Надо, Папупада тоже так просто говорить, что есть два этих видов живых существ, преданные демоны. Но Бхагавадгита объясняет, что это две такие основные категории, однако между ними есть эти вот переходные категории. Та же, допустим, 16 глава описывает божественные демонические натуры Бхагавадгита, а 17 глава описывает промежуточные формы, те, кто между ними. То есть это тоже божественные демонические, но менее демонические и менее преданные. Начинающие, можно сказать, преданные или какие-то такие не особенно агрессивные демоны. То есть да, мы не отрицаем, что есть две категории. Но эти две категории, они бывают в разной степени. Чистые преданные, чистые демоны. А есть нечистые преданные, есть нечистые демоны. Это такая грань перехода постепенно. Поэтому ясное дело, что демоны не могут осуществить форму Бога. Они смеются над ней, унижают, оскорбляют, как здесь Херонякша. Преданные, чистые поклоняются, все хорошо. Но есть благочестивые люди, которые поклоняются Богу, но форму оценить не могут. Более того, в их религиозных традициях даже запрещено поклонение форме. Авраамические религии, иудаизм, христианство, мусульманство, там нельзя. Идло поклонство, это верующие люди. Это означает, что они сукрити, они благочестивые. Но формам поклоняться нельзя, хоть ты треснешь. Понимаете? То есть, вот это вот такой интересный момент, что они не демоны. Но вот к формам нет, как бы, так сказать, правильного отношения. Почему? Не хватает разума. То есть, мы узнаем на основе хорошей такой философской подготовки, на основе знания шастра, санхи, что все материальные элементы, из которых создаются эти формы, будь то камень, металл, дерево, или даже плоскостное изображение, краска, холст. То есть, это все энергии верховной личности Бога. Поэтому он, обладая всепроникающей природой, может принять любую форму. Абсолютно любую форму. И арча виграха, или формы, которые установлены в храме, или арча мурти еще называют, это вроде бы по виду материальные элементы, которые имеют объем, вес, какие-то характеристики, цвет. То есть, их можно в материальном плане описать. При этом, они являются формами Бога, через которых мы предлагаем пищу, предлагаем арати, процесс поклонения и так далее. Мы молимся, мы имеем какую-то обратную связь, мы надеваем, мы служим, омываем и так далее. Кто-то скажет, верующие люди, идолопоклонство нельзя. В нашей религии запрещено. Почему вы поклоняетесь идолам? Потому что у людей, они вроде не демоны, верующие, но понять форму не могут. Потому что у них ложные представления о форме. Они думают, что форма ограничена. У них есть какое-то базовое понимание, что Господь безграничен. Мы сами говорим, да? Ананта, он безграничный. Васудева, он проникает повсюду. Вишну обозначает уже входящий буквально во всё. Если он входит буквально во всё, как же мы можем заключить его форму? Сказать, что вот плечо, это уже начинается предплечье, рука и так далее, вот голова, границы какие-то. Там, где мы видим форму, всегда видим границы. Это же очевидно, да? И наблюдая за людьми, или глядя просто даже на божество, мы же границу видим? Видим границу. Мы говорим, вот это божество, а это уже не божество, это просто воздух, пространство. Одно из имён Господа – Аграни. Аграни. Грани – это прям как по-русски. Грань. То, что имеет грань. А он Аграни. То есть не имеющий ограничений. Он не имеет ограничений. Он везде. И вот это самое сложное для понимания. Как нам соединить это философское понимание того, что это всепроникающая форма, а грани, не имеющая грани, не имеющая никаких границ, ананта, бесконечная. Как это соединить с тем, что вот на алтаре у нас стоит конкретная форма, мы поклоняемся. И поэтому даже религиозные люди, которые не имеют правильного... У них есть сукрит и благочестие, но в их традиции не предусмотрено какое-то очень, ну, может быть, глубокое философское рассмотрение этого вопроса. Нет у них понимания, очиньте бьеда, бьеда тата, что Господь един со своими энергиями, в частности с материей, и отличен от них одновременно. Нет такого глубокого философского понимания, но есть такое очень упрощенное материстическое представление о форме, которое, естественно, ограничено. И они говорят, это идол. Какой же это может быть Бог? Это идол, очевидно. И поэтому что надо с идолами делать? Уничтожать надо. Поэтому мы знаем, есть истории нашествия мусульман в Индии, когда они, значит, там, громили храмы, уничтожали божества и так далее. Вот. Мы знаем, что христиане тоже так порой не всегда, может быть, относились нетерпимо к тому, что они называют язычеством, где-то эти кумиры, идолы, не сотвори себе кумира, они говорят. То есть кумир – это такой идол или богозаменитель. Нельзя этим формам поклоняться. При этом, если, допустим, мы внимательно почитаем это библейское наставление о запрете на поклонение идолам, то там очень интересно сказано. Господь говорит, перед лицом моим, перед лицом моим, то есть у меня есть лицо. Он прямо говорит, перед лицом моим не поклоняйся никаким другим формам, которые подобны чему-то там, что есть в воде, на земле и в небе. Да, он запрещает формы всяким поклоняться, но перед лицом моим это обозначает, что перед лицом Бога мы больше никому не кланяемся. И мы знаем, что в вайшнавском этикете тоже есть такое правило. При открытом алтаре мы больше никому не кланяемся. То есть то же самое, перед лицом моим больше никому не кланяемся. Есть такое у нас правило? Вопрос, как мы только понимаем все эти вещи. Так вот, очень важно от догматичной трактовки этих правил перейти к более такому диалектическому, глубокому пониманию того, что Господь одновременно отличен от материальной энергии, потому что она бинна пракрите, отделенная от Него, и при этом Он един с ней. Он един с ней. И именно вот на этом понимании основана культура, культура поклонения божествам, что мы можем создать форму из дерева, металла, камня или какого-то другого материала, даже из ума, мана, сарупа. Когда, не помню сейчас точно в какой песне Багава, там говорилось, по-моему, про шесть или семь видов материала, из которого можно создать божество. И вот там, в частности, значит, камень, металл, значит, дерево, драгоценные камни, что-то там еще. И манас, ум, то есть из ума можно создать форму. И это, мы знаем, называется манаса пуджа, то есть поклонение Господу в уме, когда мы визуализировали, представили какую-то форму, вот, и, значит, этой форме поклоняемся. Если мы где-то находимся в дороге, там нет у нас, допустим, возможности божества, там где-то упакован или закрытый, то есть вот тогда вот это вот манаса пуджа может осуществляться. На основе чего? Именно на основе того, мы понимаем, все эти материальные элементы, включая тонкие, такие как манас, ум, это некая пластичная субстанция, из которой можно создать форму. Калпана, воображение, одна из функций ума. Мы же можем воображать разные формы. Вы можете вспомнить своего любимого, родственника и так далее. Но точно так же можно вспомнить Кришну. Если наш ум шудха-читте, то есть он очищенный, тогда в этом уме эта форма будет держаться, она будет удерживаться. Если наш ум находится под влиянием гуны страсти, какие формы мы будем легко помнить? Страстные формы. Формы, с которыми мы хотели бы наслаждаться. В страстном уме мы легко будем медитировать на страстные формы. Понимаете? Невежественный ум, он будет нам постоянно рисовать какие-то невежественные формы. Своя эстетика, если у людей в невежестве, видели, может быть, такие, ну, так сказать, всякие там субкультуры и молодежные, эти вот там, ну, панки, там, металлисты, да, во всем таком черном, с цепями, там, с какими-то всеми этим пирсингами, все там наколки страшные, с какими-то там пауками, черепами, там, все вот такое, да. Есть даже магазины, одежды вот для таких людей, поклонников там какого-нибудь там трэш-метала там или чего-нибудь еще. Это эстетика определенная, но в гуне невежество. И у них вот такие же какие-то картины, образы, их идолы и так далее. Вот они находятся в такой гуне, поэтому они будут легко помнить об этих образах, картинках. В страсти другая эстетика, в благости другая эстетика. Так вот, изначальная трансцендентная эстетика, это когда мы находим счастье, удовлетворение в формах Бога. Но тут уже, как говорится, гуна позволяет или не позволяет. Если наша внутренняя гуна достаточно приниженная, как мы в уме, под влиянием невежества и страсти можем помнить о Боге, о Его прекрасной форме? Это невозможно. Отхикары, квалификации внутренней нет. Поэтому вот это вот шудха-читте, кара-яудоя, что это Кришна прямо возникает в нашем сердце, когда? Когда читта, наше сознание, становится шудха, очищенной. Вот тогда это естественно. И тогда, видя Кришну, мы чувствуем этот импульс любви. Кришна прямо оживает. Если читта, сознание ашудха, нечистое, там тоже будут какие-то формы, но не божественные, а какие-то другие. Гуна благости, страсти или невежества. И мы знаем, что даже в ведической традиции есть вот это вот учение Майавада или имперсонализм, когда Бог не отрицается, Бог утверждается, как некая такая вселенская сущность, брахман, или может быть даже как параматма, он все знает, все видит и так далее. Он все видит, а мы его не видим. Потому что у него такой как бы в ясной формы нету, да? Как сам Кришна говорит, авьяк-тамуртина, непроявленная невидимая форма. То есть в ведах тоже достаточно много, немало, немало упоминаний о том, что Бог существует, все это астика, это теология, это не какой-то атеизм, это не буддизм, да? Вот это астика, это теологические учения. Но при этом о форме Бога почти ничего не сказано. Ни ракара. Нет у него формы. Почему так? Именно по той самой причине, что у людей ошибочные представления о форме. Что форма – это то, что ограничивает. И мы знаем, что единственный выход или способ вот эту вот дилемму разрешить, как же это неограниченный Бог имеет форму, которая по видимости его ограничивает. Мы знаем, что единственный выход от этой дилеммы – это что? Это признание того, что у этой формы, у Бога есть энергии. Что Кришна сам может находиться вот здесь, конкретная форма, вот он тут сидит или стоит, да, и вроде как мы видим границы его. Но его влияние безгранично. Благодаря чему? Благодаря энергии. Ачинти-шакти – непостижимая энергия, которая выходит за пределы этой формы. И поэтому вроде бы как он здесь находится, форма, которая, как кажется, его ограничивает, а влияние его остается безграничным, потому что из него исходит эта шакти, эта энергия. Вот это называется философия. Когда мы понимаем, что Бог может проявить себя в форме, в деревянной форме, в металлической, какой хотите, плоскостной. Те же христиане, отрицая поклонение божествам, они же поклоняются иконам. И они говорят, о, чудотворная икона, дотроньтесь ее, поцелуйте ее, от болезни избавитесь, понимаете? И они стоят там километровыми очередями, чтобы приложиться к этой чудотворной иконе, понимаете? При этом отрицают поклонение божествам. Говорят, это плохо, это идолопоклонство, это не наше все. Какая разница? Если плоскостная икона может творить чудеса, то почему Бог в форме трехмерного скульптурного изображения Мурти не может творить чудеса? Мы читаем, читая не через Амри, тут там масса историй про вот эти всякие разные чудеса. Как там Кшира Чора Гопинатх для Мадхавендры Пури, а под своими одеждами спрятал горшочек сладкого риса, как Сакши Гопал, божество, что там за этим брахманом для того, чтобы выступить в качестве свидетеля. В общем, вы знаете все эти истории. То есть масса всяких разных проявлений того, как идол, казалось бы, идол, кумир, то есть вот какое-то просто материальное, форма материального божества, как оно действует, как живое. Благодаря чему? Благодаря тому, что Бог отличен от своих энергий и не отличен. То есть, когда мы принимаем Бога вместе с его энергиями, вот это и есть способ разрешения всех вот этих вот самых противоречий. Потому что иначе вот такое вот контрастное мышление. А эти там идолопоклонники, все они поклоняются каким-то ограниченным формам. А мы говорим, а эти там имперсоналисты, значит, они только верят в какую-то там энергию, все проникающую форму не верят. Эти идеи прекрасно примеряются. И все проникающая идея Брахмана, все проникающая энергия, и форма, имеющая, казалось бы, какие-то внешние ограничения. Нет, нет противоречий. Если у нас есть знания, если у нас есть философия, которая показывает, что энергия существует не сами по себе, а что у энергии есть и источник. И поэтому форма стоит себе здесь, божество на алтаре стоит. Все, он там высотой, допустим, 50 сантиметров, все, вот оно ограничено. Но влияние его может быть безграничным, понимаете? На храм, на целый город, на всю планету, понимаете? То есть, вот это правильное понимание Бога и его энергии разрешает все эти корочества противоречия. Ну, а демоны тут понятное дело им. Их греховность, их отсутствие благочестия не позволяет понять ни статус Бога, ни статус формы, ни тем более трансцендентную природу. Поэтому, соответственно, и выводы у них такие. Поэтому, каким образом демону можно принести благо? Очень просто. Можно просто убить. Вот и все. Это будет высшим благом для него. Высшим благом. Он получит то, о чем он даже не мечтал. Он о своем благе думает в каких-то материальных категориях. Конечно, он говорит, да что ты мучаешься вообще? То есть, он просто освобождает вот этого демонического менталитета одним щелчком по носу. Понимаете? Вот и все. И поэтому, когда демонизм доходит вот до такой необратимой стадии, необратимой стадии, единственный выход этого демона убить, это будет большое благо для него. Когда демонизм находится в обратимой стадии, то есть, демонизм проявляется в том, что он, может быть, спорит, что он не соглашается, сомневается, может быть, даже вызов Богу бросает. Но он продолжает искать истину. По меньшей мере, он ищет истину. Просто он под дурным влиянием может находиться. Мы можем ему дать что-то почитать, сказать, предложить просад, и глядишь, человек успокоился. Раз, все. То есть, как бы такой обратимый демонизм. Живое существо по своей природе. Это дживирасварупага, Кришны Раните Даса, она же является слугой Кришны. И поэтому, когда человек, в общем-то, интересуется абсолютно истиной, но просто не имеет некоторой культуры, и он привык спорить, бросать вызов, это еще не так страшно. Но вот когда уже демонизм приобретает вот такую необратимую стадию, болезнь уже, как говорится, последняя стадия, неизлечимая, то тут все. Тут уже только сам Верховный Господь может этого демона уничтожить, освободить вот этого демонического настроения и вернуть его в адекватное сознание. Ну вот на этом мы можем остановиться. У нас есть несколько минут на вопросы. Пожалуйста, комментарии, дополнения, какие-то, может быть, уточнения. Харик Кришна, даст тут мало времени. Два вопроса есть, один в чате. Значит, каким образом, каким образом через энергию Бога познается Верховная Личность Бога? В 10 главе Бхагавадгиты, где описываются вибхути, различные божественные достояния, мы можем оттуда понять, что вот эти вот вибхути, они являются косвенными проявлениями Бога. То есть, допустим, если прямо понять Бога невозможно, косвенно. Ну, предположим, если, не дай бог, живете на каком-нибудь этаже, и вдруг у вас на потолке мокрое пятно появилось, это обозначает, что соседи там неудачную стирку устроили, что-то еще, у них там развилась вода, и поэтому к вам протекает. То есть, вы не видите, что там наверху происходит, вы источника не видите, но вы видите признаки, что у вас мокрый потолок, значит, вас заливают. Вы бежите наверх и начинаете выяснять, что происходит. То есть, вы от следствия к источнику идете, понимаете? Ну, это такой грубый пример, чтобы было уж точно понятно, и у каждого наверняка такой опыт есть, да, что или вы почувствовали, услышали какой-то звук, громкий звук, да, какой-то взрыв, может быть, вы не увидели, вы не видите, что произошло, но вы чувствуете, что звук идет откуда-то оттуда, да, значит, там что-то сейчас опасное происходит, значит, нужно подальше держаться, да. То есть, вот вам следствие или энергия, да, звук – это энергия, вот, и вы понимаете направление, что это вот оттуда звук исходит, хотя вы не знаете, что там произошло, но вы понимаете, там какая-то опасность сейчас. Вот, то есть, от следствия мы можем прийти к причине. Как, допустим, следователь ищет убийцу, он находит какие-то улики, понимаете, он нашел улики, теперь он идет по следу, он смотрит, 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 и в конце концов эти улики приводят его к источнику. Ага, он говорит, вот негодяй, мы нашли, да. Вот, то есть, такие, ну, мирские способы мы видим, как люди идут от следствия к причине. То есть, по энергии какой-то они находят источник этой энергии. Вот, точно так же, когда, ну, допустим, на основе тоже 10-й главы Бхагавадгиты, много разных других проявлений, допустим, есть, по-моему, если не ошибаюсь, в 11-й песне Бхагава, там такое утверждение «адхату намасми канчанам», что среди всех металлов я есть золото. Вот, то есть, у людей есть так, как золото, понимаете, прямо вот золото, у людей там аж руки все трясутся, золотая лихорадка, да, была там на Аляске в свое время. Вот, то есть, а почему золото привлекательное? Потому что, конечно, говорит, я есть золото. Вот, и почему вдруг оно обладает такой какой-то вот ценностью ни с того, ни с сего? То есть, опять же, от следствия к причине. Кришна говорит в конце десятой главы Бхагавадгита, знает, что все богатства, все славные и удивительные проявления этого мира созданы лишь из искры моего великолепия. И вот эти вот искры, они же из огня идут, правильно? Искры из огня. И вот так вот постепенно вот из его энергии от следствия можем прийти к причине. Это если коротко. И давайте, последний вопрос. Я вижу Матаджи, Гопи Гита. Пожалуйста, ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, вы говорили про божеств сегодня и обычно рекомендуется поклоняться в его настроении и почтении и благоговении. Но иногда хочется с божествами строить дружеские отношения, такие как с очень близким, родным. Проясните, пожалуйста, этот момент. Это нормально. Единственное, что нужно учитывать, что мы это публично демонстрируем. То есть, когда официально в храме что-то еще, то есть, мы действуем по этикету. Как предположим, допустим, муж и жена пришли в храм. Вот они любят друг друга, но в храме он полагается, что они относятся к другому в рамках какой-то культуры. Но когда они дома, никто их не видит, они в своей спальне находятся, это другой тип отношений. Понимаете? Поэтому мы можем иметь в том числе глубокие сокровенные отношения с божествами, но это та сфера, которую мы не демонстрируем на людях. Понимаете? Вот и все. Ну что, на этом мы закончим. Всем спасибо. Шимат Бхагаватамки Джая Шила Прабхупада Ки Джая Спасибо большое. Праджави Курмар Прабху